Поехали. Обучаемся конкретно. Задача номер 17. Убиваем. Рассказывай просто. Ну, давай, сейчас я расскажу сначала что-нибудь. Значит, смотрите. Задача 17 на кредиты. Просто за 10 минут научу решать какую-то задачу, вы поймете, уже будет что-то знать. Задача на кредиты. Что происходит? Человек пришел в банк, говорит, дайте мне 100 тысяч на новый айфон. Такой говорит, я хочу себе новый айфон. Я уже называл, какие лучше. Так, человек приходит, берет кредит, 100 косарей. Ему говорят, окей, братанчик, держи 100 тысяч, иди домой. Он приходит, покупает айфон, денег у него больше нет, живет год. Год живет, с айфоном ходит, такой алло, типа вот так вот. Такой типа, алло, привет, там туда-сюда, все четко. Ему звонят на этот же телефончик на его новый, звонят через год и говорят, братанчик, ты нам должен уже не 100 тысяч, а гораздо больше. Ты должен нам... Деньги увеличены на какое-то количество процентов. Соответственно, в параметре должно быть какое-то количество процентов, давайте 10 процентов, например. И тогда давайте сразу ввести табличку. Долг до начисления процентов. Задача решается с помощью таблицы очень хорошо. И после начисления процентов. Ну смотрите, первый год, еще раз, он взял какую-то сумму денег, правильно? Он взял 100 тысяч, 100к. Пишем, все. А потом ему начислили проценты, когда вот через год позвонили, сказали, вы должны нам на 10 процентов больше. Мы с вами так договаривались, да? У нас такой договор. Значит, как взять 10 процентов от 100? Ну, 100 поделить на 100, да? И умножить на 10. Равно 10 тысяч, как бы, да? Значит, теперь он должен 100 плюс 10 тысяч. Согласны? То есть, его долг увеличился на 10 процентов. Стандартная ситуация. Ну, вы поняли, кредит на 3 камеры. У кого? Ну, у того черрика, который взял, да. Вот. Я все-таки могу себе позволить покупать без кредита. Так. После этого что? И еще ему по телефону сообщают одну пренеприятнейшее известие для него. Одно. Что вы нам должны внести некоторую сумму в счет погашения долга. Некоторую сумму в счет погашения долга. То есть, должен быть какой-то платеж. Дальше идет платеж. А тут долг после платежа. Причем, что ему говорят? Ему говорят, послушайте, мы с вами договаривались, что у нас кредит с вами на 5 лет. Раз, два, три, четыре, пять. Это что значит? Это значит, что после последнего платежа, вот здесь долг после пятого платежа, долг должен быть равен нулю. То есть, вы нам должны выплатить все. И ему говорят, что мы с вами договаривались, мы с вами договаривались, что ваш долг должен уменьшаться на одну и ту же сумму. Не платеж должен быть одинаковый, а именно долг. Что вот здесь долг уменьшается все время на одно и то же число, а потом, как бы формально шестого года не существует, но к началу шестого года долг становится равен нулю. Как вы думаете, если нам сказано, что долг после каждого платежа уменьшался на одну и ту же величину, как думаете, насколько он уменьшался, что я вот здесь должен написать, какой долг на начало второго, третьего, четвертого, пятого года, если взяли мы сто тысяч на пять лет. То есть, наш долг пять раз уменьшался на одно и то же число и превратился в ноль. Вот про это мы вообще пока забыли. Банк интересует только то, чтобы, когда я внес платеж, всегда долг уменьшался на одну и ту же величину. На пять только. Данил, правильно только сто делить на пять. На двадцать, конечно, конечно на двадцать. Смотрите. Минус двадцать – восемьдесят. Минус двадцать – шестьдесят. Минус двадцать – сорок. Минус двадцать – двадцать. Ну и все. Потом вносим последний платеж, и наш долг становится равен нулю. Еще раз. Вот эта идея ясна. На эту идею можно потратить достаточно большое количество времени, потому что это важная максимальная идея. Когда вам в задаче сказали, что ваш долг должен уменьшаться на одну и ту же величину, например, пять лет. Шестой год я написал для удобства, чтобы вы понимали, что после пятого года долг ноль. Тут ноль и тут ноль. Вы просто берете ваш долг сто тысяч, делите на пять, получаете двадцать. И вы читаете. Сто, восемьдесят, шестьдесят, сорок, двадцать ноль. Причем, как еще для удобства это можно делать? Вы всегда можете сравнить дифференцированный платеж с тем, как будто вам друг дал кредит без процентов. Ведь если я вас спрошу и скажу, что представьте, вам ваш друг дал кредит на пять лет сто тысяч без процентов. И вы договорились, что вы будете всегда вносить платежи так, чтобы долг уменьшался на одну и ту же сумму или равные платежи даже. В этом случае окажется. Вы скажете, ну понятно, сто разделить на пять. Я буду своему другу пять раз отдавать по двадцать тысяч. Двадцать, 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 двадцать. А мой долг будет сначала сто, восемьдесят, шестьдесят, сорок, двадцать и ноль. То есть это довольно очевидная штука. Так, теперь давайте заметим, что долг на начало каждого года равен долгу на конец предыдущего. Ну потому что формально это происходит так. Сейчас объясню. Сорок, здесь сорок, здесь двадцать. Ну как бы это происходит так. Чувачок такой засыпает в какой-то момент. Такой, мой долг сегодня восемьдесят, конец года. Прям вот с боем курантов, да, когда Новый год. И так бах, бум-бум-бум, в Новый год простучали. Новый год наступил. Как бы это молниеносно происходит. Понятно, что на конец первого года он должен был восемьдесят тысяч. Но это значит, что на начало второго года он тоже должен восемьдесят тысяч. Ничего не меняется. Конец первого года и начало второго – это одно и то же. Конец... Тут шестьдесят. Конец второго года и начало... Так. Господа, обновите страничку у себя. Ну, YouTube иногда так делает. Обновите у себя страничку и все, качество настроится, опять все как было. Значит, смотрите. Да, все отлично. Вот. Давайте теперь подумаем. Вот давайте подумаем. Как? Какой должен быть платеж? Какой должен быть платеж, чтобы долг из ста десяти тысяч превратился в восемьдесят? Как вы думаете? Как вы думаете, какой должен быть платеж, чтобы вот этот долг превратился вот в этот долг? Ну, очевидно, сто десять минус восемьдесят. Я должен внести первый платеж – тридцать тысяч. Ну, изи. Давайте посмотрим тут. Восемьдесят. Начислим проценты плюс десять процентов плюс восемь. Так. И в конце у меня долг шестьдесят тысяч. Как вы думаете? Долг был восемьдесят восемь тысяч, стал шестьдесят. Сколько я должен заплатить? Ну, двадцать восемь. Идем дальше. Долг был шестьдесят тысяч. Он стал шестьдесят плюс десять процентов плюс шесть. А в конце он сорок. Какой я платеж должен внести? Ну, двадцать шесть тысяч. Дальше. Долг был сорок тысяч. Плюс десять процентов четыре тысячи. А в конце он двадцать. Я должен внести двадцать четыре тысячи. Ну, и в последний год долг был двадцать тысяч. А после начисления процентов стал двадцать плюс два. Добавляем десять процентов к долгу. Все. Какой платеж я должен внести, чтобы 22 превратилось в ноль? Ну, 22. Смотрите, у меня появилась полностью заполненная схема. Долг до начисления процентов, долг после начисления процентов, все платежи и долг после платежей. Заметим, что здесь все платежи образуют арифметическую прогрессию. В этой задаче это не сильно важно, но когда у вас будет неизвестное количество лет и вместо 5 будет стоять N, это будет максимально важно, потому что в партийном случае вы просто никак не просуммируете. Все. Итак, название. Когда долг уменьшается на каком-то периоде, например, с 1 по 5 год на всем периоде кредитования на одинаковую сумму, а уменьшался он на одинаковые 20 тысяч, схема выплат называется дифференцированные платежи. Ну и давайте, например, у нас вопрос в задаче был. Так, N 5 лет было, вопрос в задаче был, найдите переплату. Ну давайте, что такое переплата? Переплата это, видимо, то, что я заплатил больше, чем то, что взял. Это те деньги, которые банк на мне заработал. Ну давайте посчитаем все, что я заплатил банку и вычтем то, что я взял у банка и получим переплату. Ну давайте, вот это вместе 50, вот это вместе 50, а это 30. Итого я банку заплатил 130 тысяч общая сумма выплат. Минус 100 тысяч, получается 30 тысяч это ответ. Это наша переплата. Все. За 10 минут мы научились решать один из видов задач экономических на дифференцированный платеж. Причем один из самых таких, которые люди тяжело довольно-таки понимают, потому что долг уменьшается на одну и ту же сумму, людям всегда тяжело понять. Вот, все, пожалуйста. Да, здесь не было никаких неизвестных. Я не стал вас сейчас нагружать из серии тем, что давайте введем 5 неизвестных, там будем уравнение соцсалить. Нет, моя задача была показать вам идею. Вы не знали 10 минут назад ничего о дифференцированных платежах. Теперь вы четко можете сказать, как устроен кредит, человек взял деньги, ему начислили проценты, потом он внес платеж, записали долг после платежа. Мало того, вы теперь знаете, что самым эффективным инструментом для решения задач на кредит является заполнение таблицы. Даже если вы придете в банк, брать кредит, вам распечатают такую же таблицу условно, потому что в таблице удобно хранить какие-то данные. Вы заполняете таблицу, думаете, переплата, понятно, нужно почитать общую сумму выплат. Заполняете ее, исходя из здравого смысла, начисляете проценты. Ну, не здравого смысла, в смысле, а вот просто потому, что платеж – это долг до платежа, минус долг после платежа. Все. Теперь вы четко можете сказать, что дифференцированный платеж – это когда на каком-то периоде кредитования долг уменьшается на одну и ту же сумму. Мало того, вы знаете, что в этом случае, в случае дифференцированных платежей, платежи образуют арифметическую прогрессию. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова